Здравствуйте! Переходим в пятую часть. Это очень большая часть. Это создание сайта. Мы будем уметь уже сделать полностью сайт. После прохождения этих статей вы сможете полностью создать сайт самостоятельно и на каком-то начальном уровне уже понимать, как оно устроено все и продвигаться далее. Для того, чтобы начать сайт устанавливать, нужно для начала подготовить среду разработки. Из чего состоит среда разработки? Первое это веб-сервер. Мы будем использовать веб-сервера патча. Базу данных MySQL и язык программирования PHP. HTML стандартная страница разметки, которую понимает браузер. А генерировать мы будем языком PHP. Но чтобы установить эти все компоненты, это очень громоздкая работа. Подвязать, прикрутить, настроить. Будем устанавливать Denver. Вот первая статья пятой части. Установка Denver. За нас уже подготовили полностью дистрибутивы всех этих связок PHP, MySQL и веб-сервера патча. В одном таком комплекте называется Denver. Мы его устанавливаем и без проблем сможем использовать для разработки сайта. Давайте перейдем в Google или в Яндекс можете перейти. И ввести Denver. И ввести Denver. Заходим на сайт Denver.ru Нантельменский набор веб-разработчиков. PHP, MySQL, позыри и так далее. Тут много чего есть. Расширение, можно добавлять в Perl, Python. Значит скачиваем. Нажимаем на большую красную кнопку. Вот видите написано 5.23, но включает Z-Optimizer. Нам в принципе берем более новее. Будет все переходить на 5.3, поэтому скачаем 5.3. Нажимаем скачать. Ваше имя Артем Цимбалов, почта. Присылать мне новости. Пусть присылает. Получить ссылку на скач. Вот видите, выслана ссылка. Заходим в почту на Mail.ru. Вот Denver Project, ссылка. Вы указали на сайте, что хотите загрузить. Нажимаем. Ждем. Все, у меня пошла ссылка. Вам не видно, но оно качается. Все, скачалось. Внизу в браузере, вот я вам сейчас покажу. Вот видите, Denver 3 Base. Нажимаем на... Вы действительно хотите установить базу в пакет? Да. Идет извлечение. Вот, идет извлечение. Мы не будем устанавливать. Я не покажу, как устанавливается. Там все очень просто. Вы устанавливаете. Пишите по умолчанию все, что там оно спрашивает. Там единичку. Да, да, есть, есть. Окей, далее. Все. После того, как установили, закройте просто окно. Я просто не могу сейчас устанавливать. У меня уже стоит. Перетру сейчас свои настройки. Вот. Представили. Мы закончили. Она написала успешно. Завершена инсталляция. Закрываем. И теперь заходим и видим вот такие кнопки. Stop Denver и Start Denver. После инсталляции у нас на рабочем столе появились такие кнопочки. Еще есть третья Restart. Я ее убрал, чтобы не меньше кнопок проще жить. Значит, Start Denver нажимаем. Вот. Пошла инсталлизация диска. Запускаем MySQL. Запускаем Post. Все сделано. Все. У нас сервер запущен. Как определить, или он запущен? Очень просто. Мы заходим в наш браузер. Где мы работали. И набираем Local Host. Local. У меня же тут набрано. Вот. Local Host. Если мы увидели вот это окошко. Ура. Заработало. Значит, Denver у нас работает. В принципе, в инсталляции ничего сложного нет. У меня еще ни разу не было, чтобы она не установилась. Или были какие-то проблемы с установкой. Единственное, когда могут быть ошибки. Это если у вас уже стоял Denver. И вы повторно его ставите. Или допустим, у вас стоял сервер Apache. А вы сейчас Denver ставите. Могут быть конфликты. Но. Так как вы только начинаете. У нас, скорее всего, начинающий. То я не думаю, что будут какие-то проблемы, что у вас стоял сервер Apache. Если вы уже ставили сервер Apache, то Denver вы тем более поставите. Давайте коротко я пройду. Объясню еще по Denver. К примеру, вот у нас есть интересная табличка такая. В этой табличке есть проверка SSL или работает. Вот это, вот это, вот это. Это тестовый домик. Можете, кстати, открыть, посмотреть. Это файл. Индекс. Вот это сайт. Страничка. Работает. Вот на что еще обратить внимание. Вот мы там видели PHP MyAdmin. Что это такое? PHP MyAdmin это как раз администрирование баз данных. В этой закладочке мы можем создать новую базу, табличку. Установить. Ну, я вам в дальнейших статьях это все расскажу и покажу. Ну, чтобы вы ориентировались. Вот это установленный Denver, он работает, все нормально. Теперь если мы нажмем Stop Denver. И обновим. Все, видите, к сожалению, Google не может открыть стену. Потому что мы остановили Denver. Ну, как бы вот по установке ничего сложного не вижу. До свидания. Перейдем скоро к следующей статье.